МИРОТВОРЧЕСТВА Мы обеспечиваем окружающий мир через творчество и таким образом мы реализуем и выполняем те программы, которые подходят для реализации творческих способностей как подростков, так и молодого поколения. Основной целью нашей организации является распространение в обществе идей мира, национального согласия через процессы образования и воспитания и рассмотрение вопросов улучшения природной среды. В нашей организации более 50 отделений в регионах России и все они выполняют у себя на местах определенные цели и задачи, но все мы объединены одной единой задачей, задачами Дома мира. Каждый у себя на местах выполняет какие-то программы миротворческого плана, кидовского движения, содружества. И затем все эти отделения посылают информацию к нам в главный, так сказать, офис Дома мира, который находится в городе Владимире. И мы выпускаем эту информацию через выпуск «Вестник информационный Дома мира», который затем распространяется по всем регионам и отделениям. На самом деле Дома мира имеет достаточно широкий ракурс работы. Это творческие фестивали, это пленеры юных художников, это фестивали танца, песни, это фотофестивали национальных культур, где соединяются культуры и люди показывают культуру своих народов. Раз в два года организация Дома мира проводит большой фестиваль-форум, который называется «Содружество». Это фестиваль национальных культур, на который съезжаются представители различных национальностей нашей многонациональной страны, а также зачастую и наши зарубежные гости. Вот этот компонент, который связан с традиционной культурой, он очень важен для понимания законов любви, понимания, что все равны национальности. И вот именно для этого существуют такие фестивали, чтобы объединить всех, чтобы при таком большом скоплении народов все поняли, что они очень важны, очень нужны друг другу, и чтобы все друг друга понимали. В фестивале национальных культур несколько направлений. Это и художественное творчество, это и песенное творчество, и хореография, и вокал. И одним из главных таких тоже направлений хотелось бы выделить фотоискусство. Членом нашей организации является представитель отделения от членов Союза фотохудожников России Сергей Скуратов, который и помогает нам привлекать на наши мероприятия, в том числе и на фотофестивале, фотографов, фотолюбителей из различных студий регионов России и дальнего и ближнего зарубежья. Порядка 30 лет с Домом мира я занимаюсь, скажем, курирую фотографию детско-юношескую. То есть за это время мы провели порядка 20, наверное, фотоконкурсов детско-юношеской фотографии, на которых представлена практически вся Россия. Расширяют взгляд на мир, учатся видеть то, что у нас всегда рядом, и делятся этим со зрителями и коллегами. Ребята, мы наконец-то с вами все вместе. Мы собрались в этом прекрасном городе, на Владимира Суздальской земле. Я объявляю 21-й международный пленэр юных художников. Душа народа, его сила и гордость открытым! В дополнение ко всему Дом мира реализует проект пленэр юных художников. Ежегодно, уже в 21-й раз на Владимира Суздальской земле проводится пленэр, куда собираются молодые ребята от 9 до 30 лет посоревноваться, что-то посмотреть новое, поучиться, увидеть своими глазами красоты Владимирской области и увести их с собой. В то же время привести свои картины на конкурс, поделиться на выставках, чтобы люди города Владимира и те жители, и те люди, которые гости нашего города, могли тоже познакомиться с культурой народов нашей России. Меня зовут Саша. Я приехала с Казахстана. Я не впервые приезжаю в другой город, и благодаря таким организациям я рада, что мы можем выезжать в другие города, рисовать какие-то иные здания, растения, не такие, как у нас в городе. Я рада, что у нас есть с художественной школы такая возможность, чтобы выезжать вне страны даже и города. Наши проекты «Содружество» и Международный пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской земле поддерживаются фондом президентских грантов. Благодаря тому, что мы получаем такую большую, я бы сказала, такую огромную, мощную поддержку, мы даем возможность нашей молодежи, та, которая не может приехать в Золотое кольцо России, в город трех государственностей, приехать к нам в город и не только посмотреть, сфотографировать или нарисовать эти места, но и научиться у талантливых художников, которых мы привлекаем в качестве экспертов на наши программы. Это касается как фотографов, так и художников. Подобные мероприятия помогают детям и ребятам с разных уголков нашей необъятной Родины и не только нашей Родины, из других стран собраться вместе, заняться общим делом, потому что это не только пленэр, это еще фотография, это еще международный обмен, который дает возможность в изучении языков, в изучении чего-то нового, в изучении культуры других стран, других народов, других городов. Дом мира – это большая семья, потому что все, кто приезжает, они же приезжают не первый год, и мы друг друга знаем и с нетерпением ждем новых встреч. И поэтому рождаются новые проекты, новые какие-то направления и новые идеи. С друзьями всегда проще по жизни идти. Благодаря реализации проектов, которые поддерживаются фондом президентских грантов и другими грантами на муниципальном и региональном уровнях, дается возможность как местным ребятам, так и из регионов России приехать в нашу древнюю столицу Руси, объединиться и нести мир во всем мире и показывать, что культура России, она жива и будет жить. Редактор субтитров А.Семкин